Друзья, здравствуйте! Я вас приветствую из деревни Подберезники Коломенского района. Мы здесь сделали отопление. Вот снаружи. Покажу вам, что есть. Есть вновь построенная часть дома, небольшая. Пока вот такая. То есть там вот спаленка, здесь кухня-гостиная и здесь санузел и котельная. О том, что это котельная, можно догадаться, из нее торчит дымоход. Вот про дымоход могу сразу рассказать, как мы его делали. Там стоит твердотопленный котел, билетный. И вот дымоход для него мы собирали. Это дымоход компании Теплов и Сухов. В принципе, все культурно у них сопрягается, никаких сложностей мы не испытали. Единственное, что мы допиливали, это дополнительные крепления кронштейна. Потому что кронштейн, который комплектный, это вот эта вот Г-образная часть с перемычкой. И для меня немного странно, почему перемычка такая короткая. Все-таки опора должна бы быть где-то дальше. В итоге дымоход на сантиметр где-то два просел. Вот тут была неаккуратная сверху щель. Ну и в принципе, это как-то было немножко тревожно. И мы решили сделать для него дополнительные подпорки. Это профиль 40 на 40 покрашенный. Там мы его закрепили на анкеры, прям в фундамент. То есть, видите, здесь такие лепесточки вот оставили на профиле. И через них закрепились. А тут было отпилено просто по... Ну, так, чтобы сопрягалось хорошо. Вот, то же самое здесь. И теперь я прям спокоен за этот дымоход. Все с ним будет хорошо. И наверху вместо стандартных растяжек из троса поставили такой вот ласточкин хвост из профиля 20 на 20. Он закреплен к лагам. Ну, вместо одного из кровельных болтов мы крепили более длинным влаге крыши. Вот. Это надежная конструкция. Твердое жесткое крепление в двух точках. То есть, никуда дымоход не будет колыхаться. Ничего с ним не произойдет. В доме, как я уже и говорил, стоит твердотопольный котел. Пеллетный пересвет. Я думаю, если постоянные зрители канала есть сейчас, то этот котел они могли узнать. Он трудился верой и правдой. У Алексея стоял дома до тех пор, пока ему не провели газ. И вот мы этот котел пристроили одному из наших заказчиков, который задумывался о покупке пеллетного котла. Ну, а вот по выгодной цене, в принципе, ему достался котел Алексея. Мы его недавно обвязали. Так, с какой стороны подойти? Тут все достаточно компактно. На подачу мы повесили насос. Там раздвоение. И в сторону будущего дома пока стоят заглушки. Потому что вот эта часть, вот эта часть, она будет сноситься. И вместо нее будет возводиться какая-то другая конструкция. Вот. И в эту сторону у нас идет 4 радиатора. Один висит здесь. Второй висит в санузле. Вот здесь еще один. И последний вон там за панелью под окном. Вы, возможно, задумаетесь, почему на такое большое помещение всего один радиатор. Во-первых, контакт этого помещения с улицей осуществляется только через одну стену. Там обогреваемое помещение. Тут тоже обогреваемое. Здесь дом. То есть потери не такие большие. Плюс заказчики сказали, что не планируют зимнее проживание. Планируют осенне-весеннее. И им большое количество радиаторов и секций в радиаторах тут не нужно. Я хотел изначально повесить, по-моему, 14 или 12. Но ограничились десяткой. То же самое по всем остальным помещениям. Вот. В санузле заказчик своими силами решил провести воду. У него были коллекторы уже в наличии. И вот он собрал коллектор холодной воды. И от него развел таким вот образом точки. И, видимо, горячая вода будет еще дотянута. Ну, то есть, вот она, горячая вода. Я так понимаю, как раз это душ, рукомойник и кухня. То есть тут повиснет второй коллектор и вот нагревать. А теперь давайте за котельную поговорим. Я хотел освежить в памяти у тех, кому это, возможно, нужно. Как работает котел-пересвет. И несколько важных моментов, о которых в инструкции как бы написано по факту. Но к этим моментам надо готовиться. Смотрите, достаточно важная вещь в котле пеллетном. Это его настройка первичная. То есть, котел представляет собой набор механизмов и программного обеспечения, которое каким-то образом поддерживает горение на должном уровне. Не больше и не меньше. То есть нам нужно иметь какую-то информацию, от которой мы оттолкнемся. И вот смотрите, здесь на пеллетной горелке, если мы зажимаем меню и держим, то попадаем в такое, в более глубинное меню, настроечное, где есть уже разветвление, но нас интересует следующая, значит, строка. Нажимаем еще разок меню и здесь появляется надпись «Взвесить пеллеты». И вот смотрите, чтобы грамотно стартануть котел, вам потребуются весы кухонные, электронные. Ну или хоть какие-нибудь весы. Ну и баночка. Если я нажму сейчас кнопку «Взвесить пеллеты», то шнек начнет работать, он будет работать 100 секунд. И вот отсюда начнут сыпаться пеллеты. Ну, соответственно, либо здесь мы снимаем шланг, либо здесь. Держим ведро и в течение 100 секунд собираем пеллеты, которые нам котел насыпет. После этого мы пеллеты взвешиваем. Получаем какое-то количество грамм. Я получил 770. Далее. Вот. Я 800 ввел, то есть я не стал прям супер точно, ввел 800. Дальше вводится мощность котла паспортная, минимальная мощность котла. Порция наружек 29 секунд. На эти 29 секунд ставил Алексей, и я не стал их менять, потому что, в общем-то, пеллеты, которые мы засыпали, примерно похож на те, что засыпал он. И я решил оставить настройку эту нетронутой. И, в общем-то, не прогадал. Котел у меня запустился с первого раза. Все в порядке. Вот. Далее я настройки тоже не стал менять. Продувки при очистке 25 секунд, обороты вентилятора и воздух наружек. Я все оставил как есть. И здесь вот есть температура включения насоса. То есть, насос, который стоит на котле, управляется котлом. И поэтому при обвязке данного котла можно обойтись без антиконденсационного контура. То есть, если бы я насос воткнул просто в розетку, и он молотил бы все время, то котел, особенно при большой системе отопления, с большим количеством радиаторов, был бы вынужден прогревать постоянно меняющийся в нем теплоноситель до тех пор, пока весь этот теплоноситель не прогреется до нужной температуры. От этого что происходит? От этого происходит конденсация на теплообменнике, и он зарастает всякой гадостью. Чтобы такого не происходило, насос подключается к блоку управления. Могу показать вам, собственно, куда он подключается. Снимаем барашки, поднимаем мордочку, и обнаруживаем несколько клемм. Вот самая правая, это как раз насос прокачки, 4, 5, 6, фаза 0, и заземление, да? Вот, пожалуйста. Туда у меня насос и подключен на данный момент. В результате что получится? Получится, что когда котел прогреет теплоноситель, находящийся внутри себя, а его там 65 литров, до температуры 43 градуса, он включит насос, и теплоноситель пойдет в систему отопления. Соответственно, из системы отопления подойдет прохладный теплоноситель, и, возможно, вот эта температура упадет, если система большая, ну, куда она денется, она упадет, насос снова выключится, и котел в течение не очень долгого времени снова прогреет тот теплоноситель, который в нем есть, и в результате он будет плакать и потеть гораздо меньше. Плакать и потеть. Такой несчастный котел. Вот, поэтому, в общем-то, рекомендую подключать циркуляционный насос именно к этому блоку, не включать его в розетку, поберечь ваше оборудование. Вот, в общем-то, и все. А в главном меню, сейчас мы в него выйдем, все, вышли. В главном меню всего несколько пунктов, которые нам нужны. Первый, это задается температура, причем температура задается обратки. На это стоит обратить внимание. То есть, вот на обратку у меня прикреплен датчик, такой же датчик на подачу прикреплен. И вот по этой обратке котел, как бы, регулирует свою работу. Не по подаче. Дальше, источник регулирования. Мы регулируем по воде, то есть, по температуре теплоносителя, по этим датчикам. Можно еще регулировать по воздуху. Но в этом случае надо подключать датчик температуры воздуха. Поэтому я оставляю воду. Про более глубокие пункты меню типа режима старт-стопа я вам не расскажу. Ну, типа топлива, естественно, пеллеты. Можно еще на дровах его топить. Но мы не будем. И вот здесь можно вращение шнека включить и выключить. Для чего это нужно? Опять же, для старта. Когда у вас шнек пустой, засыпается туда пара мешков пеллет и включаем шнек. Просто, чтобы он начал крутиться. Он довольно долгое время заполняет себя целиком пеллетами. Прямо несколько минут я ждал. Ну, длительное время. И потом вот отсюда начинают сыпаться пеллетки. И вот когда начали сыпаться пеллетки, это значит, что шнек заполнился. И можно переходить как раз к моменту настройки котла, касающегося взвешивания пеллет. Вот. Только тогда. Не так, что вы засыпали короче мешок, у вас шнек пустой, вы начинаете взвешивать пеллет, и шнек крутится, отсюда ничего не сыпется. В течение 100 секунд, кстати, так ничего и не посыпется, потому что гораздо дольше шнек заполняется. Вот. Только после того, как вы шнек заполнили. Вот. Ну, а дальше очистки колосника, вентиляторы и прочие функции, которые надо все-таки читать в инструкции, если вы владеете таким котлом, неустанно повторять, что если вы домовладелец и у вас есть котельное оборудование, особенно такое непростое, как пеллетный котел, то в инструкциях котлу это важный документ, который вы просто обязаны изучить, потому что котел пеллетный, это твердотопливник, внутри него горит пламя, ну, как и внутри любых котлов, кроме электрических, да, внутри него горит пламя, внутри него, там, какие-то происходят высокотемпературные процессы, у него есть движущиеся детали, они движутся какое-то количество времени, взаимодействуют с другими деталями, вам надо понимать физику процесса, иначе рано или поздно либо котел выйдет из строя, потому что там что-нибудь на нем нагар какой-нибудь образовался в огромных количествах, или он будет пересыпать пеллет, например, то есть тут достаточно творческий процесс, как с домашним питомцем, мне кажется, когда у вас появился пеллетник, вы ввели первоначальные настройки и начали пользоваться, да, дальше надо смотреть, как он кушает пеллеты, не слишком ли много, если он нормально горит, то есть повод попробовать поэкономить, да, например, задать ему вот функции количества пеллет, не 800 грамм, а, например, 850, то есть немножечко его обмануть, сказать ему, что, дружище, ты представь, что ты сыпешь вот столько пеллет, и исходя из этого количества, он будет рассчитывать порцию подсыпки, и эта порция будет меньше, потому что вы ввели там значение больше, то есть фактическое 770 грамм, а вы ввели там, например, килограмм, он будет делить этот килограмм на какое-то количество частей, включать шнек на сколько-то секунд, и подсыпать поменьше, и, либо наоборот, если он, как бы, слишком редко сыпет, и мало сыпет, надо тут ввести другое значение, вот, то есть, тут есть, где поиграться, можно играться с температурами обратки, с воздухом вентилятора, и так далее, то есть, не так-то вот, прям, все автоматически будет происходить, несмотря на то, что, есть блок управления, он достаточно умный, он следит за температурами, за временами, и так далее, то есть, еще раз призываю вас минимально разбираться в том оборудовании, которое есть у вас в доме, если у вас частный дом, вы должны понимать, что расширительный бак котла нуждается в обслуживании, хотя бы раз в год, да, в подкачке воздуха, вы должны понимать, что расширительный бак в кессоне, или если он у вас стоит в котельной, то в котельной нуждается в обслуживании, раз в год его надо подкачивать, если у вас есть бойлер косвенного нагрева, но здесь его нету, То бак бойлера косвенного нагрева тоже нуждается в обслуживании У них во всех разные давления И эти давления, если вы не знаете Они должны быть у вас где-то записаны Мы часто пишем просто на баках Давление такое-то при пустом баке Ну хотя бы, да? Чтобы это осталось Вот Все, ребят, про этот объект больше мне рассказать нечего Но новости могут появиться только через некоторое время Когда люди построят вторую часть дома Вот эту побольше Я надеюсь, что у них все получится И через некоторое время Годик, полтора-два Я уж не знаю, как все пойдет Мы будем делать вторую часть системы отопления Уже в том доме Ну а пока, спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Иногда появляется что-то интересное Всем пока!